Всем привет, в этом видео я покажу что делать если при обновлении операционной системы Windows вы столкнулись с такой ошибкой и как ее можно исправить. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Такого рода ошибка зачастую возникает у пользователей, которые пытаются обновить Windows до последней версии с помощью центра обновлений Windows. Одной из основных причин ошибки с таким кодом – это повреждение компонентов менеджера пакетов. В результате установщик не может завершить обновление и без дополнительных действий со стороны пользователя обновить систему не получится. Подобная проблема помимо десятки также может наблюдаться и в версиях Windows 8 и 7. Есть несколько способов, которые могут помочь решить проблему загрузки и установки обновлений с центра обновлений Windows. С помощью инструмента System File Checker – это встроенная утилита для восстановления поврежденных системных файлов. Для запуска этого инструмента придется воспользоваться командной строкой. Чтобы запустить ее в строке поиска пишите cmd и запустить ее от имени администратора. Затем в окне командной строки нужно ввести следующую команду. После сразу же начнется сканирование компьютера, которое не должно занять много времени. По завершению сканирования закройте окно командной строки и перезагрузите систему. После данной операции работа центра обновлений должна быть восстановлена, а эта ошибка исчезнет. Если предыдущий способ вам не помог, попробуйте перезапустить службу центра обновлений Windows. Для этого в поиске введите службы, затем здесь найдите центр обновления Windows и откройте ее. В открывшемся окне убедитесь, что для типа запуска установлено значение автоматически, а затем остановите ее и снова запустите. Или же кликните по службе правой кнопкой мыши и выберите перезапустить. После проверьте наличие данной ошибки. Следующий способ – это восстановление исходного состояния компонентов центра обновления Windows. Для этого сперва нужно остановить службы Bits и центра обновлений Windows. Для этого запустите командную строку от имени администратора и введите по порядку следующие команды. Далее нужно переименовать резервные копии папок распространяемого ПО следующими командами и повторно зарегистрировать все службы Bits и центра обновления Windows набором следующих команд. После перерегистрации запустите остановленные ранее службы. Список всех команд будет в описании под видео. Чтобы не писать их вручную по одной в командной строке, лучше создать BAT файл с набором этих команд. Как создать такой файл смотрите в другом видео, ссылка в описании. Если данная ошибка не исчезла, следующее что можно сделать – это восстановить систему. Но это будет возможно, если у вас настроена функция защиты системы и вы создали точку восстановления для системного диска. Чтобы запустить эту функцию, в поиске введите RSTRI, UI, а затем Далее. Здесь выберите последнюю точку восстановления, затем снова Далее и готово. После вы увидите предупреждение о том, что восстановление системы можно будет остановить только по завершению процесса. Для начала процесса восстановления выберите Да. Компьютер пойдет на перезагрузку и сразу же начнется восстановление. Дождитесь окончания процесса. Если вы по-прежнему видите эту ошибку на своем экране, воспользуйтесь системой обслуживания образов развертывания и управления ими. Это средство работает с командной строки. Запустите ее от имени администратора и введите следующую команду. Этот процесс займет некоторое время. Дождитесь его окончания. Для правильной работы компьютер должен быть подключен к интернету. Еще для устранения данной ошибки можете воспользоваться функцией устранения неполадок. Для этого откройте Параметры, Обновление безопасность, Устранение неполадок. Здесь найдите центр обновления Windows и нажмите запустить средство устранения неполадок. После этого начнется поиск проблем, а при их наличии нажмите исправить все. Если встроенные утилиты вам не помогли, могу посоветовать одну бесплатную программку для исправления ошибок Windows. Единственный минус программы, это то, что она доступна только на английском языке. Однако большинство из представленных в ней пунктов будут понятны любому, кто занимается восстановлением работоспособности компьютеров на регулярной основе. Скачать ее можно с официального сайта, ссылка будет в описании. Запустите программу, перейдите на вкладку Repairs и выберите Open Repairs. Далее вы увидите предупреждение о том, что вы запустили программу не в безопасном режиме и что в таком случае сторонние программы, включая ваш антивирус, могут помешать исправлению ошибок. Предупреждение можно закрыть. Далее здесь выберите Windows Updates и нажмите Start Repairs, после чего начнется процесс исправления ошибок системы. А по завершению вам будет предложено перезагрузить систему для того, чтобы изменения вступили в силу. Также одной из причин возникновения данной ошибки могут быть вирусы. Проверьте свой компьютер на наличие вредоносных программ. У нас на канале есть хорошее видео о том, как удалить любой вирус. И если все эти способы вам не помогли, остается переустановка системы или сброс. Как это сделать смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании под видео. А на этом все. Пишите в комментариях какой из способов вам помог решить данную проблему и какие еще способы вам известны. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.